Первая книга Моисея Бытие, глава девятнадцатая Встанете поутру и пойдете в путь свой Но они сказали, нет, мы ночуем на улице Он же сильно упрашивал их И они пошли к нему и пришли в дом его Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне От молодого до старого весь город со всех концов окружили дом И вызвали Лота и говорили ему Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал Братья мои, не делайте зла Вот у меня две дочери, которые не познали мужа Лучше я выведу их к вам Делайте с ними, что вам угодно Только людям с ним не делайте ничего Так как они пришли под кровь дома моего Но они сказали Пойди-ка сюда И сказали Вот пришлец и хочет судить Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними И очень приступали к человеку сему к Лоту И подошли, чтобы выломать дверь Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом И дверь заперли А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого Так что они измучились, искав входа Сказали мужи те Лоту Кто у тебя есть еще здесь, зят ли, сыновья ли твои, дочери ли твои И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места Ибо мы истребим сие место Потому что велик вопль на жителей его Господу И Господь послал нас истребить его И вышел Лот И говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его И сказал, встаньте, выйдите из сего места Ибо Господь истребит сей город Но зятьям его показалось, что он шутит Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя Чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней Взяли за руку его и жену его И двух дочерей его И вывели его и поставили его вне города Когда же вывели их вон То один из них сказал Спасай душу свою Не оглядывайся назад И нигде не останавливайся в окрестности сей Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть Но Лот сказал им Нет, владыка Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими И велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть Вот ближе бежать в сей город Он же мал Побегу я туда Он же мал И сохранится жизнь моя И сказал ему Вот в угоду тебе я сделаю и это Не ниспровергну города, о котором ты говоришь Поспешай Спасайся туда Ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда Потому и назван город сей Сигор Солнце взошло над землею И Лот пришел в Сигор И пролил Господь на Содом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба И ниспроверг города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сих и произрастения земли Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом И встал Авраам рано утром И пошел на место, где стоял при лицом Господа И посмотрел к Содому и Гоморе И на все пространство окрестности и увидел Вот дым поднимается с земли, как дым из печи И было, когда Бог истреблял города окрестности сей Вспомнил Бог об Аврааме И выслал Лота из среды истребления Когда ниспровергал города, в которых жил Лот И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре И жил в пещере, и с ним две дочери его И сказала старшая младшей Отец наш стар И нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли Итак, напоим отца нашего вином И переспим с ним И восставим от отца нашего племя И напоили отца своего вином в ту ночь И вошла старшая и спала с отцом своим А он не знал, когда она легла и когда встала На другой день старшая сказала младшей Вот я спала вчера с отцом моим Напоим его вином и в эту ночь И ты войди, спи с ним И восставим от отца нашего племя И напоили отца своего вином и в эту ночь И вошла младшая и спала с ним И он не знал, когда она легла и когда встала И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего И родила старшая сына и нарекла ему имя Моав Он отец Моавитян до ныне И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами Он отец Амантян до ныне